Там есть замечательные совершенно люди, которые пришли туда ради того, ну не все, но они есть, ради того, чтобы посвятить этому делу всю жизнь. И когда кто-то хочет что-то сделать, а ему не дают, когда условия оказывают, ну когда человек помечен исходно в неравные условия, это очень грустно. Потому что жизнь-то у тебя одна, а наука, она немножко как спорт, ну современная наука, можно открыть и сделать только один раз. На самом деле наука более жестокая, чем спорт, потому что вторых и третьих мест нет. И если это требует у тебя напряжения всех твоих сил, мысленных, физических, каких угодно, выносливостей, всего, а вдруг оказывается, что обстоятельства просто сильнее тебя и нету, вот на этой одной восьмой части суши нету такого-то реагента или чего-то нету, то это крайне несправедливо. И получается, что это как, знаете, ну не кладбище, кладбище нельзя сказать, но вот огромное количество нереализованных возможностей, это очень тяжко. В этом смысле, на мой взгляд, те инициативы, которые сейчас выдвигает Министерство образования и науки, можно всегда спорить, как они именно это реализуют, но по крайней мере там есть какое-то предложение к движению, предложение к изменению. А идея законсервировать все это и оставить как есть, это основная мантра Академии науки, просто залить все деньгами, это, по-моему, очень плохо. Это путь в никуда. Избыток денег коррумпирует, денег нужно... Вот у меня мой самый страшный сон, как ученого, что я когда-нибудь получу столько денег, что я не смогу их потратить на свою науку. Это очень плохо. Поэтому деньги должны идти за наукой, а не наоборот. Должен быть... Деньги всегда можно найти. Главное, чтобы была хорошая наука, хорошие предложения, хорошие проекты, хорошая экспертиза, позволяющая отобрать лучшую науку. Вот, в отсутствии... Да, и, естественно, когда деньги получаются, их нужно иметь тратить. Нужно, чтобы была возможность потратить их на то, что нужно для твоего проекта. Когда таких условий нет, возникает целая масса проблем, и решить эти проблемы увеличением количества денег нельзя. Вот тот пример, который я приводил во время выступления, когда я четко совершенно знаю, что моя российская лаборатория имеет больше бюджет, чем американская, но она гораздо менее производительная, чем моя американская лаборатория. Ну, куда же еще больше денег давать? Денег тому, что мне не надо больше давать денег, это совсем... Поймите. Но проблема в том, что это не уникальная моя ситуация, это ситуация, подавляющая большинство российских лабораторий. Мы перекормлены деньгами и не можем утреализовать. Ну, некоторые из нас, хотя бы. И это означает, что нас ограничивают не деньги, а другие вещи. Слава Богу, нас ограничивают не наши умы, они у нас тоже еще есть. Ограничивают нас наши условия, инфраструктура, которые, ну, деньгами не исправить. Слава Богу! Слава Богу! Продолжение следует...